Девушки отдыхают Девушки отдыхают В общем, если кто забыл, что не мудрено еще бы год видос сделать, ага То в июле 2022 я решил запилить у нас новую рубрику по выбиванию редких достижений в играх Собрал список, предложил вам проголосовать и через неделю получил результат Ачивка Sounds of the Battlefield из Metal Gear Solid 4 Сейчас, конечно, в топе Девил Даггерс, но тогда лидировала МГС Поэтому я начал гонять Снейка Плюс на решение оставить именно МГС повлиял другой фактор, но о нем чуть позже Итак, что же это за ачивка? Звуки поля боя На первый взгляд вообще легчайшая Просто собери все треки для iPod, лол То есть в игре реально есть плеер, который можно активировать как гаджет И слушать разные композиции из загашников Konami и Kojimbo Там, например, песенки старых Metal Gear, всяких Snatcher, Polis Nuts и Bagtai 2 Solar Boy Django Как треки находятся? Одни коробки просто валяются на уровнях Другие спрятали в неочевидных местах О май гад, какое душное место для спрятывания Настолько не видно вот этого закутка, что здесь не стенка, ну что здесь дырка Другие добываются хитровым удренным способом А за последний трек проще душу дьяволу продать Ведь получить его все равно, что выбить платину Потому что вдумайтесь, финальная песня в плеере одна Открывается за 40 эмблем в статистике Звучит жутковато, но это все еще лишь одна ачивка Что может пойти не так? С этого и началась моя история План первого забега заключался в отсутствии плана Конечно, всегда можно сразу пойти читать вики в интернете Но тогда это какое-то скучное путешествие будет Я же хотел посмотреть на МГС глазами новичка И увидеть, что получится само собой Тем более, когда готовил ролик про ачивки Спалил для себя некоторые приколдесы с эмблемами Я знал, что для последнего трека в iPod надо будет заниматься всякой логичной и не очень ерундой Но самое главное Я понимал, что где-то впереди меня ждет тот самый ран Выбивание эмблемы Big Boss Для которой нужно будет пройти всю игру На самой высокой сложности без смертей Без тревог, без убийств, без хилок Без гаджетов, которые облегчают жизнь И со всем этим нужно пройти игру меньше, чем за 5 часов Но это проблемы будущего Уэса, подумал я И пошел просто знакомиться с геймплеем Оценивать потенциально сложные моменты в игре И проникаться гениальностью Кодзимы Заодно решил засечь Сколько времени у меня уйдет на такое дефолтное прохождение игры новичком Вот откуда в углу этот таймер, который я пытался контролировать хоткеями Я запустил эмулятор Оооо, эмулятор? Серьезно? Ну, у меня нет ретиплойки Да конечно это ачивка тогда будет Заскамишь сейвстейтами, груш цена такому достижению Да я честно проходить все буду И ачивки в эмуляторе корректно появляются Ну такое себе, конечно В общем смотри сам Но пацанов за гаражами я бы боялся И хотя Вася смог посеять зерно сомнений в моей голове Я решил остаться на эмуляторе Во-первых, тут есть русский перевод сабов Спасибо, кстати, ребятам из Alliance А значит, я смогу норм вникнуть в историю Мало знакомой для меня франшизы До этого только в МГС-5 гонял Вообще не выкупая содержания И хоть местный сюжет явно рассчитан на олдов и фанатов Свою дозу удовольствия от него получить можно Как и от фирменной Кодзимовской хитро запутанной телеги с яркими героями Драмой и интересными нравоучениями Так и от абсолютно прекрасной шизы Когда посреди жуткого, сурового военного конфликта Делается пауза на Жопа Или когда ты только что слушал рассказ Мэрил про опасные нано-машины и власть имущих А потом Акиба опять И это важный элемент для истории Каждая сцена с Райденом, аниме на стероидах Ликвид, поехавший орущийся зоопат А Солид страдает от люмбага Правда, катсцены длиной в полчаса все же перебор Благо потом ролики можно будет пропускать Ну а еще и у эмулятора есть второе преимущество Производительность На правильной сборке можно даже выжать стабильнее 60 кадров Хотя, конечно, просадок все равно куча Наверное, мой компьютер не справляется Вряд ли такие же убогие дроп-фпс были на оригинальном железе В бесплатном онлайн-шутере Battle Teams 2 События тут происходят в мире альтернативного будущего А контента завезли просто море Это вам не бедного снэка гонять по одним и тем же уровням Во главе угла, конечно же, стоят пвп-бои самых разных вариаций Хотите поместиться в десматча? Пожалуйста! Любите более тактический подрыв бомбы? На здоровье! Есть трушный батл-рояль с поиском снаряги, транспортом и магазом для лута ревайва тиммейтов? Для веселья ныряйте в абсолютно безумный режим зверобой? А со стартом нового сезона в игру даже завезли ПВЕ? Где придется столкнуться с безумным искусственным интеллектом в сюжетных миссиях и экспедициях? Заодно и лор копнете, и награды уникальные получите Пушек тут как у дребина в магазине, на любой вкус и цвет От бит пистолетов и ппшек до автоматов с дробовиками и снайперками Причем детальная настройка обвесов сделает из дефолтной пушки вашу ту самую Чтобы от бедра наваливать кучу урона Или суперстабильно косить противников на дистанции Карту тоже заготовили немало От привычных трехлайновых, чтобы аим набить До многоуровневых и разветвленных Где надо как райдену извиваться, чтобы выжить А в сюжетке так вообще красотища И конечно оптимизация на уровне Даже на картошке вы получите идеальный фреймрейт, покопавшись в настройках Ну что, все еще ждете, хах Переходите по ссылке в описании, скачивайте игру в ВК Плей И среди первых ныряйте в новый сезон и ПВЕ Заодно жду всех в нашем клане А мы пока продолжаем прохождение МГС 4 Держа в голове, что мне придется делать ран на эмблему Биг Босс Играя в первый раз, я заметил следующее Во-первых, тут не так уж и много геймплея Если сравнивать его хронометраж с катсценами О, катсцена, класс, неплохо поиграли Две минуты еще геймплея А во-вторых, буквально в каждом акте Есть куча потенциально проблемных моментов Вот первый В нем почти все время воюют бесконечные отряды солдат и повстанцев Как тут оставаться незамеченным Второй продолжает фишку с противостоянием фракций А местами и ландшафт задизайнен так, чтобы душить мой стелс Это чтобы мне погеморройнее было стелсить, да? Чтобы я не просто мог аккуратненько пройти этот кусочек уровня А чтобы я вынужден был мимо всех Бл*** отползти Чтобы спалиться 10 тысяч раз наверняка я успел Правильно, да? Для этого все А при первой встрече с боссом я ощутил, как сложно с ними бороться нелетальным оружием Нам это очень пригодится позже Третий акт Стартует он с миссией преследования На первый взгляд безобидный Всего-то надо идти за повстанцем и помогать ему с патрулями Но она еще раскроется в следующих троях О-хо-хо, как раскроется А заканчивается акт целым сегментом тира А я напоминаю, что прохождение на эмблему Биг Босс требует ноль убийств Четвертый Это опять жопная боль в плане стелса с кучей сканирующих все вокруг ботов И, пожалуй, самый мерзкий босс-файт С Вульф Подлость которого я в первый раз даже близко не раскусил Хотя и вамп тоже удивляет Вот тебе Ковна О нет А сколько пота придется пролить в пятом акте на финалочке Но чуть позже В конце концов, это был лишь первый забег, где я просто проникся сюжетом И оставил заметки на полях, чтобы проще было искать кассеты Коровый базар сломать начало НПС стал ЧВК лево переулок Три коровы, два входа стелс справа Чего, блядь? Итог Почти 16 часов на прохождение 33 песни в плеере 4 эмблемы из 40 в кармане И этот ран Не идет в зачет Все-таки Васина мысль о нетрушности так и не вышла из моей головы Да и пацаны за интернетами-гаражами меня пугали Поэтому отчаянные времена потребовали отчаянных мер Я нашел в сети бэушный PlayStation 3 И, сука, единственный экземпляр МГС 4 во всем городе Упускать такой шанс было бы преступлением И теперь у меня есть PlayStation 3 с натурально одной игрой Надеюсь, вы довольны жертвами, на которые я иду ради этого ролика Что ж, ребята, поехали Поскольку я потратил 16 часов своей жизни ни на что В первом зачетном забеге было решено оторваться и повеселиться А потому я зачем-то врубил сложность Big Boss Heart Глупый-глупый Уэс И занимался всякой еб***хой Сидел час в коробке ради эмблемы Тортоиз Тортоиз? Черепахи, короче Ползал столько же времени на пузе ради Инч Ворм Два с половиной часа насиловал колени Снэйка Хребой в присядку для Лобстер И сто раз прыгал, выбивая фрок Ну а еще веселился, выжигая все живое вокруг Попутно собирая найденные ранее на эмуляторе треки Правда, игра, видимо, тоже словила мой угарный настрой И как веселила безумная духой Так и жестко душила В той самой миссии с преследованием Все потому, что несколько треков спрятаны в карманах противников И для их получения нужно взять солдат на мушку и прошмонать штаны Есть трек, все супер Конечно, все пошло не по плану, началась заварушка, а повстанец сошел с ума и убежал в новую для меня область уровня И вы сейчас такие Да что ты, черт побери, такое несешь Какая новая область уровня? Нам ничего не понятно Поверьте, мне все прохождение было ничего не понятно Но во время монтажа я решил разобраться, а что вообще за херня творилось в третьем акте? Расклад такой Карта стелс-сегмента поделена на области В идеальных условиях мы со связным проходим вот эти три локи Вот таким маршрутом Но если повстанца накрывает шиза То он мало того, что начинает делать хрен пойми, че тупить, петлять и теряться Так и уже к ебать его копать, какому нудному пути добавляется крюк Через еще две области На которых он также делает хрен пойми, че тупить, петляет и теряется Представляете, каково столкнуться с этим впервые? И без того затянутая и скучная миссия превращается в бахинею и чушь Ой, ой, ой Подставу небольшую ему устроил, кажется И он опять убегает назад, потом опять вперед, да ёпоросте Блин, сколько же времени займет эта миссия, да? То есть ты не можешь идти быстрее, чем этот чувак? И здесь прямо нужно продумать, как играть Мне, если честно, не особо много идей, как заставить его идти быстрее Где чувак? Я не вижу его Почему все изменилось с прошлого раза? Не, а вот если серьезно, то где тот чувак? Я сейчас просто всю эту локацию, мне кажется, зачищу Куда его? Ооо И он такой Хм, кто же это стреляет? Неужели кто-то за мной следит и помогает мне? Хм, ноль подозрений вообще Пойду, там же чувак, кто-то побежал, чувакашек Ооо, господи Да ё-то твою заново, что ж такое-то? Чувак, ну выберешь маршруту и придерживайся его, ну чё за фигня началась-то? А чё он меня стрелял? Я чё сделаю? Я сам найду резистанс А если он вылез новый, то где он вылез? О Воу, воу, воу Не заставляй меня еще и тебе грохать, нет Так, ладно, я сейчас его усыплю Дальше посмотрим, что получится из этого Или гранаты Нормально, этот был злой Мы сейчас найдем Хороший резистанс найдем Ага, вижу его Беспарио Высчитать сегмент, не помню О, стоп, погоди Согласили Вау, вау, вау Ёпта, ну давай, да, конечно А где чувак? Он куда-то не спустился, и чё? О, нет, его арестовали! Лучше бы я его грохнул! Всё бросать по жопе пошло. Такая миссия лёгкая, простая, классная. Ну, а сегмент этот точно был, да и в прошлый раз, ну, не было настолько тяжело. Как хорошо, что после этой духоты следовал тир, в котором можно было себя не сдерживать. В четвёртом акте я узнал, что два трека для очивочной коллекции можно получить только через ввод нужного пароля на компьютере Атакона. Один раз за прохождение. Как до такого допереть без гайдов? Вообще хз. А к пятому акту я настолько преисполнился, что уже начал оптимизировать стратки прохождения. Вместо суетной беготни по арене в предфинальном файте советую прятаться в коридорчик. Тупо имба. Но сама Мантис на Биг Босс Хард быстро сбила с меня спесь. Ну типа, ну больно, я ничего не могу сделать, у меня нет хилок уже, нихера. Чё делать-то? Стрелять в это говно мелко? Я один раз попал, и она начинает улетать. Мне все стреляют, все перемещаются, прыгают. Они за секунду встают. Ну что за трындец. У меня ноль идей, всё, я не знаю, чё-нибудь. Ну типа, серьёзно, всё, у меня это софт-лоп, получается. Аптечек нет, эта херня никак не уронится. Супер! Я базукой херачу по маленьким этим ублюдкам с раном и по барабану. Я должен буду это пройти, не тратя хилок. Всю игру. По-моему, это конченый человек придумал этот челлендж. Ну я не могу и быстрее урон наносить, что за бред, блин. Объяснили меня, что я не так делаю? По-моему, я делаю всё так, а вот играю говножопа. Боже мой, ненавижу боссфайт в Metal Gear Solid 4 на хардкоре вообще. Тем не менее, первый настоящий ран завершён. С весьма впечатляющими результатами. Да, время прохождения всё ещё оставляет желать лучшего — 10 с половиной часов. Зато в плеере по запискам сумасшедшего было собрано уже 33 трека из 43 для ачивки. А эмблем не отсыпали аж 10 штук. Помимо упомянутых, удалось заработать Eagle за 150 хедшотов, Хаина за сбор 400 единиц оружия и предметов, Пик за использование 50 хилок, Као — триггер свыше 100 тревог, Крокодайл за 400 плюс убийств и Пума. Последнее даётся за прохождение 75 тревогами, 2,5 сотнями убийств и за 25 континью. И каким же я был глупцом, что не заострил внимание на Пума. Ведь позже мне это очень жопно аукнется. На второй заход я начал осознавать проблему. По сути, я в самом начале пути. А уже проебал целых 25 часов! Если я и дальше буду тратить столько времени, То не видать вам ролика и через пару лет. К тому же, всё ещё совершенно непонятно, Как получить эмблему Биг Босс и не сойти с ума. Поэтому я решил действовать радикально. И пошёл искать гайды. Из них я понял, что на первых забегах неплохо было бы заиметь Соларган. Смешной ствол, который надо заряжать, восславляя солнце. Он отлично нелетально устраняет врагов. Для его получения нужно собрать 5 фигурок, Которые появляются после дружественного устранения солдат Фрог в первом акте И не убийства боссов. Главное, не прошляпьте статуэтки. Они часто находятся в неочевидных местах И слишком близко к невозвратным чекпоинтам. Если внимательность не ваш конёк, готовьтесь к перезапускам. Какая фигурка-то? Чё за фигурка? Какая фигурка? Я ничего не собирался в фигурок. Ну чё за фигурка-то, расскажи теперь. Всё заново теперь. Я могу технически переиграть. Сейчас опять перекататься. Так, статуэтка. О, в натуре. Ну а раз второе прохождение у нас нелетальное и с откатами сейвов, Чё бы не попрактиковать идеальный стелс-забег. Тем более на легчайшей сложности играю. Поэтому в программу Рана, кроме стрельбы и странквилов, Было включено осваивание мастерства перекатом бочком и в бочке. И, как будто этого мало, я решил заодно ещё и допылесосить оставшиеся на уровнях треки. Опять же, как до всего допереть без гайдов, непонятно. Потому что, смотрите, в игре перед стартом каждой главы проходит брифинг. Тебе в нём дают рулить дроном, чтобы ты не умер от скуки. И рано или поздно ты сам наткнёшься на коробке с песнями. Но есть ещё один брифинг, который запускается только из главного меню. И, конечно, в нём спрятан трек. Это чё вообще такое? А ещё удача с получением песни от повстанцев «Запаёк». Нет, он что-то хотел мне дать. Нет. Нет. Но в целом всё шло хорошо. Пока я в какой-то момент не подумал. А чё бы сейчас не получить душную времезатратную эмблему Гекко, ради которой надо стоять час у стены. Подумано, сделано. Но пока часики тикали, я обнаружил ещё одну гриндовую приколюху под названием «Джайант Панда». Бедная PlayStation работала в холостую час. А как насчёт ещё тридцати? Ведь именно столько должно длиться итоговое прохождение для получения панды. Пришлось оставлять Снейка спать на диванчике целые сутки. И знаете что? В это время я увидел чикен. Сраную эмблему, где геймплей должен составлять больше тридцати пяти часов. Поспи ещё и на мусорке, мужик. Но самое ебутное, что ещё для цыплёнка нужно было поднять 150 тревог, с этим справиться можно, сделать 50 перезапусков, уже проблема, лёгкая сложность, враги тебя почти не убивают, и совершить 500 убийств. А я уже в третьем акте. Впереди только стелс-миссия с небольшой кучкой солдат, тир, ну, на соточку с небольшим киллов максимум, четвёртый акт весь состоит из роботов, а в пятом геймплее вообще кроха. Я не хочу ещё на 35 часов оставлять плойку включённой! Пришлось из каждой ситуации выжимать максимум. Всех солдат чупать за яички, чтобы набрать 50 хилок. Дрочить триггеры алярма роботов, которые очень стесняются вкатываться в комнаты. А ради 50 континью я раз из раза падал в яму вот в этом месте, попутно активируя дополнительные тревоги. Это просто пиздец. Благо оказалось, что в начале пятого акта замес можно устроить практически бесконечный, там я и дострелял 500 необходимых челиков. Даже Снэйк от такого поворота событий охренел и начал блевать от устроенной кровавой бани. Так я понял, что условие выполнено, и спокойно завершил прохождение. В итоге на этот слоу-ран у меня ушло почти 36 часов. Все треки, кроме заветного финального, болтались в плеере, а вот новых эмблем было всего три. Третий забег застал меня врасплох. За плечами уже 60 часов! Трек нужен всего один, но отделяют меня от него целых, мать их, 27 эмблем. Точно следовало заняться оптимизацией прохождений, но мне из прошлого было пофиг. И будущее я этим очень недоволен. В итоге, чтобы и дальше не теряться, что делать и какие требования с чем совмещать, я тогда просто решил получить эмблему Мантис, потому что ее требования идентичны рану на Биг Босс. Тоже надо не поднять ни одной тревоги, не хилиться, не использовать континью и уложиться в 5 часов. Только делать это можно на легкой сложности. Получается очень удобная тренировка. Первые акты шли как по маслу. Не без огрехов. Зато я мог еще раз осознать, где Кодзима оставил гениальных в своей душности подлянок для скоростного прохождения. Таких, как эти блядькие джунгли, где новыми теряют туфли, а ты должен чудом, нюхом и святым духом искать правильный путь. А есть у меня топографический кретинизм, а гений? Так, сначала лево, потом лево, потом право. Лево, лево, потом прямо и потом прямо. Лево, лево, потом прямо, прямо. У меня есть снайпер, чувак по центру и чувак за врагом слева прямо. Идем по правой стороне. Я вышел на поворот, разворот. Я пошел налево. То есть, погодите, значит, я проходил сначала налево, налево, потом прямо, прямо. Через реку я проходил прямо. Я вижу Кодзиму. Ладно, я просто потом посмотрю гайд, я рот шатал труба. Это методом проб и ошибок запоминать. Полная пара раши абсолютно. Короче, как говорит спидранеры, пошли закрепы. Но оптимизма мне в тот момент было не занимать. Да нормально в целом. Я думаю, несколько нормальных плотностей и заходов. И быстренько добьюсь того, что мне нужно. В третьем акте я оттачивал мастерство нелетального боя во время тира. Есть, нормально. Это что ж, гайды работают? Все круто? Да я уже настолько преисполнился, что для меня эта игра как облупленная. Но вдруг... Пиздец. Помните, я говорил про мерзкий боссфайт с Вульф? Так вот, значит, по гайдам все изи-пизи. Идешь по левой стороне арены, доходишь до забора и закидываешь ее дымобухами и слепами. И в предыдущие разы у меня все работало. Но сейчас эта сволочь будто с цепи сорвалась и чхать хотела на мой дым. Точнее, не хотела чхать. Из раза в раз у меня ничего не получалось. Так, смолк, стан, смолк, стан, смолк, стан. Что за прикол? Что-то не по плану пошло. Смолк, смолк, смолк! Я ничего не понимаю, что происходит, мне не нравится. Да что же? Нормально. Работало все, в прошлый раз. И что делать теперь? Я не готов драться с ней на других территориях. Может, стан сначала надо первым, а не дым? Вроде же от дыма кашляло. Что? Ни один раз просто от дыма она такая не вырезала. Нормально. Ей насрать на дым в этот раз. Что за прикол это? Я не понимаю. Я реально не могу понять, что за прикол начался. Ей насрать на дым в этот раз. Что за прикол? Это баг? Она здесь в углу стоит. Она не должна быть в этом углу. Она должна быть в другом углу. И черт знает, сколько бы еще я проторчал с Вульф, если бы не попробовал изменить маршрут. Запомните, правая стенка арены наше все, левая для лохов. После такого геморроя и вамп, и Металгиры, даже Мантис оказались изичной ерундой. А значит, у нас есть еще один успешный ран и обалденно мотивирующая статистика. Всего 3 часа 40 минут на забег. И куча эмблем в придачу. За идеальный стелс мне выдали не только Мантис, но и Вульф, Рэйвен, Октопус, Пиджин и Скорпион. К сожалению, я не обратил внимания на одну очень важную закономерность статистики. Ведь впереди меня ждал самый сложный забег этого челленджа. Воодушевление воодушевлением, но я натурально боялся. Смогу ли получить эмблему Биг Босс? Смогу ли провернуть идеальное скоростное стелс-прохождение на ультра-хардкоре? И не забывайте, играй на трушном железе, никаких сейв-стейтов. Запорол, перезагружай сохраненку и пробуй снова. А если я сейчас сдамся, то никакого вам ролика, рубрики и 3 дня жизни в никуда. Ставки высоки как никогда. Ну чё, а? Эмблема, ты готова огрести от Уэса, который выявил тебя просто на 2-2? Давай, эмблема, Биг Босс Экстрим, да нас, вряд вообще, я готов! Давай, эмблема, давай! Старт случился отличный, ещё бы, когда там микробеготня без геймплея. Но вот стоило появиться солдатам, и начался пиздец. Гайды в моих руках просто не работали. Меня отказывали слушаться противники, сам Снэйк. Куда бы я ни пошёл, меня везде замечали, и это было ооочень больно. Да как ты меня убедил? Как ты меня убедил? Нет, это первый сегмент, где есть геймплей. Блин, чё ты встал? Да что ты встаёшь-то, говна-то кусок длинный. Блин, ну как он? Он его просто бросил, держал его вот в захвате, и просто бросил на землю. Как, блядь, здесь уникарявое управление Кодимовское работа через жопу сделанное? Блин, я ничего не понимаю. Как его бросить-то вперёд? Чё сделать с ним, чтобы он упал, не вырубился? Потому что если ты нажимаешь вперёд и захват, он его бросает и вырубает. Он нужен, чтобы он лёг, и ты нажал, сказал ему фриз. Сука, ты издеваешься, что ли? Чё за херня? Ты охерел, чел? Там твой тиммейт лежит. Тиммейт твой, тиммейтушка, родной твой, лежал. А ты ко мне прибежал, поднять его нельзя было. Ну он не падает, это же мой игр один. Блин, он не падает. Да как, блядь, эта игра, ёбанная работа. Я не понимаю, я базовые штуки не могу сделать. Я не понимаю, как они работают, вообще не понимаю. Всё, что только можно сделать. А ну не работа, нет. Блядь. Он реально присылал, что ли, сейчас я не понял. И никакого веселья, праздника заставляют меня ачивку это получать. Я не хочу, я хочу от игры удовольствие получать, а не ачивки эти ваши сраные. Так, чё-то я пропустил. Какой-то момент, блядь, я пропустил это прохождение. Чё-то я не учёл. А чё ты так шустро вышел, а? Вот чё ты так вышел? Блядь, я коробку вырубил. Да ты за хуйки что с тобой не так-то, а? Ну что с тобой не так? Блядь, блядь. Терабайтник ещё, двухтерабайтник, чисто для футажей по МГС, да, сука, для ачивки для одной. И ты-то разверн... Бежит дальше, и всё, что слышится здесь, только ха, никто не вызывает HQ, у него нет спешки, те уроды, которые выйдут в конце тоннеля, они не повернутся сюда ко мне, а вот которые прибегут, которых у меня каждый раз вызывают, они смотрят сразу мне в хлебало, и значит у меня нету времени, я должен... Он бежит здесь, он бежит, он зарезал его и бежит. В итоге я почти два часа потратил на отрезок, которые спидранеры проходят за пару минут, и был готов сдаться. Но я взял перерыв, собрался с силами, и знаете, со скрипом поехала. Точнее, покатилась бочком, потому что верчение снейка на земле — это имба. Ещё потом и для эмблемы скароп пригодится. В подполье повстанцев помогла ранее стыренная маскировка, а засорная кибой бочка оказывается лихо разделаться с солдатами фрок, хотя, конечно, урона они на бигбосс экстрим наваливают, будь здоров. Но с первым актом я справился. А вот в начале второго произошёл другой неожиданный затык. Я думал, серпантин будет подлянкой, но ей оказались стартовые солдаты. Я минут сорок пытался спасти сопротивление, не поднимая тревоги. «Блин, а ты чё встал-то? А ты чё встал? Ты не должен был встать, нет!» «Братан, ну вот реально, ну как так-то? Ну, братан». И даже успех мог обернуться подставой. «Теперь можем идти дальше. Здесь все свои». И всё это только для того, чтобы болванщики отвлекли на себя внимание на чёртовом серпантине. Зато потом какая же благодать была. Всё спокойно пробегалось, ноль проблем, даже в миссии с преследованием из третьего акта, пока на горизонте не появился уровень тир. Тот самый, в котором, напоминаю, я играю, считай, за турель, но не должен сделать ни одного убийства. А Снейк с фулл-хп отваливается буквально за три попадания. И даже хвалёный Соларган ситуацию особо не спасал. Что я только не пробовал. И Транквилл, и флешки, и прицельную стрельбу, и автоэйм. Но знаете, в чём был секрет успеха? Бочки. Бабач! И это был неё. Это не считал. Жесть. Ведь технически же Солид пускает пулю в них, а сопутствующий ущерб статистике не важен. И на том спасибо, и так бед хватает. Блин, куда ты прыгаешь, я не могу, я... Я ж тут летаю, когда тачек, блядь, атьма, ну мы же почти в чекпоинт уехали, да что ж такое-то, кривая-то касает, рулить нормально. А если он в конце на самогет, когда я сдохну, нет? Но даже с бочками я почти потерял надежду пройти этот сегмент. Солочи, ненавижу вас сегменты гранаты кидать наперёд. Там в переулке они... Ловите флешку! Ловите всем флешку, блядь! Всем флешку вхлебала! Сдохните, ослепните! Я ничего не вижу, вы ничего не видите, так что это так работает! Ма, чё слово! Они мне говорили, что это так работает! Ма, доживи, пожалуйста! Спаси меня, ма! Не могу уже, ма, не вывожу вообще, всё. Беханди! Не, да и какой беханди? Всё, поехали в конце, ну прошу тебя, молю. Если один шот в меня попадёт, я в тильте дропную игру, я удалю. Я диск сломаю пополам. Ма, довези меня в ресторане! Ма! Я думаю, что мы их потеряли! Ооо, спасибо. О, ма, гад. Но если вы думали, что душка окончена, то добро пожаловать в наш любимый босс-файт с Вульф. На четвёртое прохождение главной сложностью стало не поймать гадину в ловушку с дымом и станом, а тупо найти босса. Что за прикол? Она с другой стороны находится сейчас! Вы дрочите меня! Она всегда, всё время была здесь! Мы пробовали с той стороны заходить, и это не работало, потому что она была всегда здесь! Да, именно сейчас эта дрянь начала ещё и бегать по локации. Но как будущий почётный биг-босс, я смог справиться с Вульф. И даже более того, довольно душный сегмент с кучей ботов и гека на конвейере я прошёл с первого раза. А знаете, как легко и нелетально разобрать вампа? Эту безумную прыгающую балерину? Нет, и дрововиком, и лимосинкой. Два слова. Solar Gun. Ну а затем немножко пота на файтах с Metal Gear'ом, Mantis'а и Liquid'ом, и вуаля! Вы... Биг-босс! Какая же это хорошая могла быть точка для ролика? Превозмогание, боль и победа. Но нужно пройти игру ещё несколько раз. Сколько именно? И вот тут-то я наконец вник в содержание эмблем и понял. Обратите внимание на вот эти две группы значков. В первом ряду награды дают за идеальные стелс-забеги. Без убийств, тревог, хилок и прочих бафов. Требования каждой эмблемы немного отличаются, но завершив ран на Биг-босс, можно получить всю строку разом. А значит забег, целиком посвящённый одной Mantis, был лишним. Потренил, блин, Биг-босса. А нижний рядок — это лютая дрочь. Восемь прохождений и три чётких условия. 75 тревог, 250 убийств и 25 континью. Но у каждой эмблемы есть свой прикол, чтобы, сука, никак нельзя было получить сразу несколько за забег. В одной надо больше тревог, в другой меньше. Тут, значит, сделай много продолжений, тут мало. И тоже с убийствами. И самое смешное, что выбивание курицы мне бы автоматом накинуло пуму. Но её, блядь, я получил ещё в первом трае. А значит, к этому моменту я сделал два лишних рана, и меня ждёт ещё шесть прохождений. Ни туда, ни сюда. Всё тлен. Накопившуюся злость я решил выплеснуть с пользой, и выбить за один присест кучу эмблем, которые требуют издевательств над солдатами. Значит, записывай. Для Гиббен нужно 50 раз взять врагов на мушку. Для Ант провернуть 50 обысков. Для Би 50 раз вколоть им шприц. А для Беа полоснуть сотню чуваков ножом из захвата. Если по итогу прохождения у меня будет меньше 25 тревог, то бонусом капает Ассейсин, а за счёт кровавой стелсбани зачтут Таранчула. Ну и представляете, какое это веселье. Даже с оптимизацией гринд выглядит так. Подкрадываешься к челику, целишься в него, щупаешь карманы и яички, хватаешь его, тыкаешь шприц и перо под ребро. И так 50 раз подряд. Полностью ошизев, во втором акте я решил дообмазаться ещё двумя эмблемами. Блю Бёрд должны были дать за передачу 50 ништяков повстанцам, и технически отсыпать ещё и Хоук, ведь в его мутном описании было сказано «Получите похвалу 25 дружественных солдат». По-моему, «Тэнкс» за паёк очень похоже на похвалу. Одна беда, размер карманов в МГС ограничен сложностью, и на нормале с собой можно таскать максимум 10 пайков. А значит, придётся как-то надыбать ещё 40, не убегая далеко от мест спавна врагов и союзников. Самый рабочий способ — шарить карманы. Но это так долго, что пришлось юзать легальные читы — пушку Танегасима. Как говорится, раз в год и палка стреляет. Только в нашем случае раз в год этот древний мушкет вызывает торнадо, поворачивающая карманы всех тушек на арене. Звучит, конечно, прикольно, но вероятность нужного выстрела крайне мала. И выглядело это так. А после еб***чего гриндана снова началось веселье. Добил нужное количество солдат для эмблемы БА, кайфовал от использования стелс-девайса и бандана с бесконечными патронами, которые мне дали после Биг Босса, срезал прохождение спидранерскими стратками, в тире заценил всю прелесть бездонной ппшки Патриот. И даже Вульф быстро завалил, хотя она и пыталась опять в догоняшке. Но внезапно навернуть говна меня заставил бой на Металгирах. Когда вау-эффект уже давно прошел, ты начинаешь задаваться вопросами, а зачем вообще в игре есть некоторые сцены? И главное, как они реализованы? Да, для фанатов впервые попадаться на культовых мехах это восторг и брызг и кипятка на экран. Но когда ты уже в пятый, сука, раз занимаешься одним и тем же, ты не можешь не заметить всратую корялость геймдизайна. Тут тебе и какая-то неадекватная рандомность поведения иишенки. То на экстремальной сложности ты проходишь файт с первой попытки, а то на нормале Ликвид разъёбывает тебя на раз-два. А какое же здесь тугое управление? Хитбоксы кривые, тайминги атак корявые. 15 фпс в конце концов. Зачем, Кодзима, зачем? Ты любил это? Нет, конечно, это шиза какая-то. Надеюсь, в следующие заходы я смогу разведить минусы и быстро пробегать это место. Ну, хоть финалочку уже нормально отрепетировал. В итоге Эмблем получил, правда, кучу. Но злополучную Хоук так и не дали. Разберёмся с ней в следующем забеге. Снэйк, Снэйк, давай купим Эсэйс Энскрит. У нас есть Эсэйс Энскрит дома. Эсэйс Энскрит дома. Раз уж душимся гринданом, то почему бы не повеселиться? Объявляю шестой забег забегом имени ассасинов. Не скажу, что идея хорошая. Стелсить в октякамуфляжи всё же проще. Но ничего, в Эмблемы Сэнди Пит уложиться должен. Главный стопор рана, как я наивно полагал, фарм похвалы от повстанцев ради Хоук. Потому что, да, спасибо за паёк, это другое. А надо просто стрелять врагов на глазах у товарищей. Найс! Ооо, это работает! Три Найса. Тебе сказали Найс Кок, так и ради этого всё затевалось. Я хочу слышать 25 раз, что у меня Кок Найс очень, Вери-Вери Найс. Единственная проблема, повстанцы не очень-то любят долго жить. Блин, они всех убили, они всех положили, они всех положили, Джонни, нет, нет, Джонни, только не ты, боже мой. Что я скажу твоей жене? Придётся сказать, что у меня Найс Кок. В остальном же проблем в забеге особых не было. Даже тир третьего акта я смог оптимизировать ещё круче, чем в прошлый раз. Встречайте, гениальное изобретение. Перфект! Всё, играйте сами в свой МГС сраный. Континью я относительно быстро нафармил в любимой яме четвёртого акта. Но беда пришла, откуда не ждали. Ооо! Нееееет! Это было прохождение зазря-а-а-а-а-а! Больше 25 убийств, это не значит 25 убийств. Это больше 25, нужно было 26, 20 континью, в смысле. Ооо! Узнал я это в самом конце прохождения. Еще и после непропускаемых злой***чих 20-ти минутных титров. Пришлось повторно проходить пятый акт, чтобы таки получить Центепит. И второй раз за забег смотреть титры! В седьмой забег я решил получить эмблему Спайдер и бонусом Хок, для которой требуется впасть в режим Комбат Хай 10 раз. Включается он тогда, когда Снейк 100 раз стреляет в тревоге, орет и, в общем, сходит с ума. Вместе с ним, кажется, сошел с ума и я. Потому что как еще объяснить этот цирк в стелсе третьего акта? В который раз не по плану пошло все, что только можно. Сломавшийся глушитель привел ко Вьетнаму в первой локации. Ой! На глушак сломался! Упси-вупси! Я уничтожу всех! Быстрее будет. То поезд связной, то и дело начал попадаться в патрулю, хотя он и без того офигенно тянет время. Кодзима просто говнюк. Ну типа, вот он должен был из этой стенки вылезти и напрямую забежать. Нет он, сука, три часа крутится вокруг этого квартала. О, блюдок, мать его. Поэтому прошу не судить мою шизу строго. Сука, как же он меня бесит. Ненавижу. Почему он пошел вниз? Убей меня! Давай! Ты убей меня! Стреляй меня в яйца. Прямо в пенис. Давай-давай, я тут. Я рядом. Посмотри на меня. Братан, не игнорируй. Не игнорируй меня. Ау! Ау! О, да, еще. Еще. Пни меня еще раз, давай. Плюй на меня. Но я так и не понял, как работать в этом сегменте стелс. По-моему, через жопу. И даже вроде рабочий вариант с камуфляжной маской смог меня удиви... Задушить в этот раз. А видимо добить меня решил опять боссфайт с Metal Gear'ом. Да какого хера он меня перестрелит? Мы одинаково в атаку делаем. Я нажал треугольник и он мне отпрыг... Что, бля, произошло? Но я нажимаю удар, да ё*** мать, что с тобой не так-то? Ё*** ты МГС. Не понял, подождите. Из-за того, что я ударил его в блок, он мне проводит атаку. Чего происходит? Да пошел с жопу-то, невозможно атаковать. Микросекунда проходит, я должен быть вплотную. Но вплотную при этом быть нельзя, потому что тебе урон навалят. Господи, идеальный баланс вообще. Перфекто. Еще один забег с таким говном и знаете, нахрен это дерьмо. И тут на сцену выходит восьмой ран. Дело в том, что начиная с этого прохождения, в каждом ране мне предстояло стабильно фармить больше 75 алертов. И я решил играть на харде, чтобы на уровнях было побольше вражин для палева. Но смотрите, в чем главная еб***ость этого требования. Если тебя заметили, таймер зависает на 99 секундах. Пока враг тебя видит, время заморожено. Скрылся, таймер начинает обратный отчет, а потом еще спадает фаза тревожности. Только представьте, сколько времени уйдет на охлаждение трахания 75 тревог. Значит, обычный подход не вариант. И тут я вспомнил, что мне выдали камуфляж трупа. В идеальных условиях он работает так. Ты спалился, лег, притворился мертвым, тебя проверили и убрали аляром. Звучит как рабочая острота. Ага. Попытки такого гринда превратились не просто в цирк, а в е***ный цирк. Солдаты то и дело начинали ссать в штаны от вида дохлого снэйка, бегать, паниковать, терять сознание. И никто, сука, никто не мог нормально заопрувить мою смерть и сбросить таймер. Окей. И в третьем акте этот бред достиг апогея. Как уже хаос здесь творится, боже мой. Кто еще? Проверь меня. Не-е-е-е. Это просто бесконечное кольцо страданий. Еще я впервые за 8 прохождений увидел джипут в этой локации. Нифига себе сюрпризы. А Блаут, что? Они никогда здесь не катались? Что происходит? Сиханувший Связно решил забить на классический маршрут и ушел в части уровня, про существование которых я забыл. Ведь последний раз натыкался на них в одном из первых ранов. И там тоже гениальный геймдизайн Кодзимы заставил меня рать от безысходности. Смотрите. В одном месте в пяти метрах друг от друга поставили два патруля. По стелсу Связно идет за одним из них и обязательно спотыкается о банку, чтобы мы его выручали. Спасаясь чела, он цикливо убегает на другую траекторию. Которая проходит за спинами второго патруля с такой же еб***чей банкой. И если использовать транквилизатор, это тупо софт-лок. Пока он перебежит с места на место, солдаты очухиваются и готовы к набутыливанию Связного. И выход с локации находится в шаге от этого места. Я просто ненавижу третий акт стелса из Нового и Кодзимов. Потому что ну ё***ть. Даже просмотр ста страниц плейбоя ради Рэббит не помог успокоиться. Тир и на суперхарде проходится с моим изобретением, и это приятно. Но вот Вульф из четвертого акта опять решила мне поднасрать. Я не знаю, что с этим забегом было не так, но опять же, впервые в жизни знаете где я встретил босса? Аж вот тут. Благо со второго раза я, пусть и коряво, но справился. Металкир в этот раз зарандомился на лёгкую битву. На максимальной сложности, напоминаю. Почему? Как? Просто забейте. И я уже предвкушал победу, но на схватке с Ликвидом меня порвало. Потому что какая ж это всё хуйня на максимальном уровне сложности. Даром, что я освоил всю глубину механики этого, простите, файтинга, с приседаниями и захватом, от которого, кстати, ноль пользы, с этими 15-секундными анимациями и писечкой урона. В то время как Ликвид занимается гигачатским непотребством. Носится как угорелой, спамит быстро атаки с огромным уроном, делает пробивающий блок захвата и просто неимоверно душит. 45 минут я страдал, орал и пытался. Как и в случае с Metal Gear'ом, я понимаю, как сцена работает на историю. Какой-то катарсис для фанатов. Но в восьмой раз любить это и терпеть унижения было абсолютно невозможно. И завершив прохождение, я подумал, что с меня хватит. Спустя некоторое время отдыха, психотерапии и залипания в нормальные игры, я все же подумал. Три эмблемы. Три эмблемы, Уэз, и ты сможешь гордо прийти на ступгейм и показать всем, какой ты красавчик. Ты достоин вести эту рубрику. Все в твоих руках. Эх, была не была. Подойти к делу я решил максимально осмысленно. И первонаперво отправился за эмблемой Little Grey. Она требовала собрать 69 видов пушек. Найс. Подождите. Стоп, 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 стоп. Это что сейчас? Что это такое? Зато после этого рутинного гринда... Вуаля, мы в титрах, а значит осталась всего одна эмблема и конечный забег. Закончить эпопею хотелось красиво. И я выбрал сложность Big Boss Extreme. Но, к сожалению, к этому моменту спидронерские стратки уже выветрились из моей головы. А потому было больно. Особенно из-за всего трех аптечек в кармане. Но со скрипом я прорвался к оружию и гаджетам, и понеслось. В конце концов, пантера требует много убийств. А я был и не против. Всего лишь 10 минут оптимизированного гринда. Еще бы чел не бегал, вообще красота была бы. И мы несемся дальше. Окрыленным успехом, я настолько преисполнился, что просто взял и зачистил в третьем акте весь маршрут связного. И проскакал его на одном дыхании. Но даже так осадочек остался. Он просто должен два куска уровня пройти своим ходом, и ты должен просто за ним следовать. Один раз, ладно, спас его. Ну, когда ты знаешь маршрут, то ты видишь, насколько Кодзима говнюк. И насколько он искусственно накрутил здесь фигни с тем, что ты ходил по кругу за этим медленным утырком. И с Вульф удалось разобраться с первого раза, несмотря на факап. Но если вы думали, что это была героическая победа, Эпик Вин и Изи Ран, то Метал Гир опять вскрыл все мои нарывы. Я уже объяснял и плюс, и минус этого сегмента. Оставлю вам чистые эмоции из прохождения. А последней каплей моей ненависти к этой игре стал финальный босс-файт с Ликвидом. Кажется, целую вечность задавался вопросом, осознавал бренность бытия и прощался с рубрикой про ачивки. Пока, в какой-то момент... Кажется, это были самые длинные титры в моей жизни. Не верю, что я вам сейчас это говорю, но у меня получилось. 102 часа 18 минут чистого геймплея и статистики. Еще, наверное, часов 10 незадокументированных игрой перезапусков, и у меня есть она. Последняя песня и ачивка. Стоило ли оно того? Субтитры создавал DimaTorzok Скорее всего, нет. Если вы не хотите возненавидеть в целом хорошую игру, не советую проходить ее 11 раз подряд. Не забывайте, что у меня был личный забег на эмуляторе. Но готов ли я повторить нечто подобное? Еще как, детка. Только в этот раз давайте обойдемся без настолько абсурдно ебнутых вариантов. Если вам понравился ролик и такой формат в целом, во-первых, конечно, ставьте лайк. А во-вторых, переходите по ссылке в описании в Battle Teams 2 и блог, где для вашего голосования подготовлена еще пачка любопытных достижений. А также оставляйте в комментариях свои варианты, дебильных, сложных, но самое главное, редких ачивок. Работы мне предстоит много. Пойду заранее бронировать прием к психологу. Еще увидимся на СтопГейм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok